Здравствуйте! В эфире новости Заречного в студии Светланы Дёмина. Мои коллеги познакомят вас с главными событиями городской жизни. И вот о чём мы расскажем вам сегодня. Уведомления от налоговиков Почты России доставляют с задержкой. Как не стать должниками по неволе? Если сентябрь прошёл, октябрь наступил, а гражданин до сих пор не получил налоговое уведомление, конечно, нужно обращаться к нам. Пищеблоки трёх зареченских школ продолжают ремонтировать. Дети, несмотря на это, питанием обеспечены. Питание полноценное, то есть есть в рационе и витамины, и белки, углеводы. В закрытый город съехались юношеские футбольные команды со всей России. В Заречном стартовал турнир памяти Василия Фёдоровича Адаева. Мы приглашали для того, чтобы была борьба между командами и показать достойный футбол. Теперь подробнее об этих и других темах. Заплати налоги и спи спокойно. У зареченцев осталось два месяца, чтобы расплатиться с государством. Однако многие горожане до сих пор не получили уведомления. Письма от налоговиков снова застряли на почте. Что делать, чтобы не остаться в должниках, выясняла наша съёмочная группа. Зареченские налогоплательщики снова могут стать должниками по неволе. Срок оплаты счетов стремительно сокращается, а многие граждане всё ещё не получили налоговые уведомления. Даже теперь, когда все счета содержатся в одном конверте, то есть число заказных письм от налоговиков гражданам сократилось, горожане не всегда получают эти письма вовремя. В июле уже все налоговые уведомления, в том числе и касаемые города Заречного, они все были отправлены на Почту России. То есть уже с июля месяца доставку должна осуществлять Почта России. Ответственность за своевременную доставку корреспонденции от налоговиков уложится на местные почтовые отделения. По информации, которую на почте сообщили Зареченской налоговой службе, задержка доставки происходит из-за нехватки кадров. Почтальоны попросту не успевают справиться с задачей. Как выяснилось, такая ситуация складывается не везде. В нашем отделении Заречного, которое находится на Комсомольской, 30, никаких затруднений с доставкой заказанных писем на данный момент нет. Потому что в комплекте у нас все почтальоны, письма доставляются все вовремя и в срок они будут доставлены. Но осталось 500 писем. Всё. И мы их разнесём. Всего же в Заречном недоставленными остаются около 10 тысяч уведомлений. Почтовые служащие пообещали налоговикам, что выполнят обязательства до конца сентября. А там уже гражданам нужно будет постараться найти время и средства, чтобы не стать должниками. Правда, есть и другой путь. Можно самим распечатать платёжные документы с сайта Федеральной налоговой службы через интернет-сервис в кабинет налогоплательщика. Для регистрации в системе необходимо прийти в налоговую инспекцию, написать заявление и получить персональный логин и пароль. Придётся один раз потратить время, зато логином и паролем можно будет пользоваться постоянно. Если сентябрь прошёл, октябрь наступил, а гражданин до сих пор не получил налоговое уведомление, конечно, нужно обращаться к нам. Можно это сделать лучше всего по электронной почте, по телефону, либо обратившись с письменным заявлением о том, что не получил налоговое уведомление на такие-то объекты, которые у него имеются. Тем, кто не дождётся налоговых уведомлений, всё же стоит побеспокоиться об их получении. Срок уплаты налогов истекает в начале ноября. Тем, кто не оплатит счета вовремя, будет начислено пение. Альбина Першина, Андрей Лёшин, телерадиокомпания «Заречный». В зареченских школах обновляют столовые. Напомню, ремонт пищеблоков идёт в трёх общеобразовательных учреждениях «Заречного», почти готово к эксплуатации столовой 218-й школы. Наша съёмочная группа пообщалась и с теми, кто будет готовить на новом оборудовании, и с теми, для кого будут готовить. В столовой 218-й школы заканчивается ремонт. В пищеблоке устанавливают новое технологическое оборудование. Будущие помощники поваров в приготовлении горячих блюд – современные удобные хлеборезки, пароварки, кондитерский стол. В перечне несколько десятков наименований техники, с помощью которой можно жарить, варить, готовить на пару. Уже сделаны у нас подключены плиты, подключены жарочные шкафы, мармиты подключены у нас. Так что тут, в принципе, как бы идёт всё своим чередом. Осталось подключить машину моечную, протирочную машину подключить, овощерезку, повесить вот эти все зонты, вот, вытяжные. Новое современное оборудование позволит облегчить работу поваров и, самое главное, готовить по-домашнему вкусные диетические блюда. Ремонт в столовой и сейчас не мешает детям вкусно, полезно и по-прежнему бесплатно завтракать и обедать. Детям доставляют готовую пищу. Всё даётся вот в индивидуальных пакетах, выдаётся дети, также в столовой принимают и завтрак, бесплатный обед. То есть питание, оно полноценное, то есть есть в рационе и витамины, и белки, углеводы. То есть достаточно вот для того, чтобы 4-5 уроков мы проводим и затем ребята уже отправляются домой. В рацион входят овощи, фрукты, соки, выпечка и многое другое. Детям такая пища очень даже нравится. Что ты больше всего кушать любишь? Булочкой, сосиской, сок, чай с печеньями. Вкусно, да? Да. Ещё вкуснее будет, когда столовые начнут готовить на обновлённой кухне. Изменится всё от процесса приготовления пищи до мойки посуды. Пока часть оборудования ещё в коробках. Рабочие планируют завершить установку в ближайшие дни, чтобы в первый учебный день новой недели столовая была готова обеспечить питание учеников по высшему разряду. Дарья Романова, Андрей Лёшин, телерадиокомпания «Заречный». Подробнее о ремонте пищеблоков в школах мы поговорим с заместителем начальника департамента образования «Заречного» Романом Панином. Сегодня он у нас в гостях. Добрый вечер, Роман Владимирович. Здравствуйте. Расскажите, когда завершится ремонт в школах и когда столовые уже введут в эксплуатацию? В настоящее время в 218-й школе во втором корпусе ремонтные работы завершены, ведёт спусконаладка. Мы планируем, что с понедельника уже будет организовано горячее питание, то есть на базе существующего пищеблока. Оборудование подключено, оно готово. А оставшиеся две школы? В активной фазе находится капитальный ремонт у нас двух остальных школ, это 222-й, второй корпус, и как бы 229-й школа, детский сад. В настоящее время мы планируем, что работы по капитальному ремонту будут завершены у нас до 25 октября в 229-й школе и до 29 октября в 222-й школе. Спасибо большое. Беседу с нашим гостем мы продолжим чуть позже, а пока к другим новостям. Взломал квартиру, украл ценные вещи, угнал машину. Подобные заявления в полицию приносят пачками, и добрая часть из них оказывается ложными. Люди готовы обвинить в любых преступлениях, чтобы устроить неприятелю весёлую жизнь. И при этом забывают, что сами нарушают закон. Захотел отомстить давнему обидчику или насолить бывшей пассии, и не нашёл ничего лучше, чем заявить на него в полицию. Такие случаи встречаются и в Заречном. Чаще сообщают о том, что бывшие приятели что-то украли. Недавно было заявление гражданки о том, что якобы у неё из квартиры было похищено имущество. Телевизор, другая бытовая техника. Но в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что факта преступления не было. А всё это было сделано для того, чтобы, скажем так, в связи с тем, что у неё были не совсем хорошие отношения со своим бывшим супругом, чтобы подпортить жизнь, скажем так, в бытовом плане, она сообщила о заведомо ложном преступлении. Доносят не только на бывших мужей и жён. Старый друг, на которого затаили обиду, сосед, коллега по работе. Заявляют даже на родственников. За этот год зареченские полицейские рассмотрели 10 ложных доносов. И во всех случаях нашли действительно виноватых. По каждому факту, конечно, сотрудниками полиции проводится доскональная и тщательная проверка. Технические средства позволяют нам использовать небезызвестный тот же полиграф, который сейчас сотрудниками полиции очень активно используется для проверки сообщений граждан, чтобы избежать, скажем так, таких определенных последствий. Не стоит думать, что полиция таким образом поможет отомстить обидчику. Когда правоохранительные органы разберутся в ситуации, на скамье подсудимых может оказаться и сам заявитель. За заведомо ложный донос Уголовный кодекс предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет. Как говорится, не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь. Так вышло и с женщиной, которая обвинила своего супруга в ограблении. Сотрудники полиции выяснили, что никакой кражи не было. Жительницу Заречного привлекли к уголовной ответственности по 306-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Определиться с будущей профессией и попробовать себя на трудовом поприще без ущерба для учёбы. У школьников Заречного есть такая возможность. В городе довольно успешно реализуются различные профориентационные программы. Все необходимые навыки по многим специальностям подростки могут получить в межшкольном учебном комбинате. На один день его ученицей стала и Алина Филипова. Оснащение кабинета у нас приближено к парикмахерской. То есть столы рабочие, манекены, на которых мы учимся, плетём разные косы. А ещё знакомятся со структурой волос. Учатся правильно выбирать, подбирать и смешивать краски. Делать укладки на все случаи жизни. Сам курс парикмахерского искусства в образовательной программе межшкольного учебного комбината рассчитан на три года. Учатся ребята с удовольствием. Единственная проблема – найти моделей. Поэтому в классе появились эти специальные манекены. Поначалу мы пробуем всё на манекенах. Но когда уже что-то начинает получаться, уже пробуют сначала на подружках, на мамах, на своих, на себя тоже. Ученики превосходят преподавателя? Или пока преподаватель даёт всё-таки фору ученикам? Ну, мы что-то берём и от учеников, чему-то учим сами. То есть это специальность такая художественная. То есть нужно воображение иметь. То есть где-то что-то дети придумывают лучше, чем мы. За самые оригинальные прически учеников поощряют. Каждый год в учебном комбинате проходит конкурс «Лучший по профессии». Однако только парикмахерскими навыками здесь не ограничиваются. Из искусственных волос собираем украшения, которые применяются при выполнении прически. Как украшения. Вот здесь это не собрано у нас в корзину. А так это вот отдельный элемент, который участвует в прическе. Также выполняют дети. На уроках это девятый класс. Попробовать себя в профессии могут и ученики седьмых-восьмых классов. Для них специально организуют 33 профориентационных курса. Всего в межшкольном учебном комбинате планируют открыть 45 учебных групп. Так что около 750 школьников освоят в этом году востребованные профессии токаря, швеи, слесаря, парикмахера, водителя. Эту новенькую серебристую «Ладу Гранта» приобрели только в этом году. За ее руль сядут те, кто придет обучаться в межшкольный учебный комбинат на водителя категории «Б». Кстати, ждут здесь не только мальчиков, но и девочек. Учим именно вождение автомобиля. Теория преподается у нас непосредственно здесь в УПК, а вождение здесь. У нас есть первый этап проходит на площадке, второй этап по городу. В межшкольном учебном комбинате увеличится число учащихся. Ряды пополнят ребята из профильного инженерно-технического класса при лицее номер 230. А вот правила приема в учебный комбинат не изменились. Всем желающим необходимо лишь определиться со специальностью и написать заявление. У нас все обучение, как оказание образовательной услуги, осуществляется бесплатно. Но у нас две специальности, они организуются с частичной оплатой. То есть это дополнительная плата, которая взимается за те средства, которые нужны для получения специальности. Это водитель категории «Б», и плата у нас взимается только за горюче-смазочные материалы для автомобилей. И это специальность парикмахер. Занятия в межшкольном учебном комбинате начнутся со следующей недели. Учебные группы еще не укомплектованы окончательно, так что желающие освоить ту или иную профессию еще успеют осуществить свою мечту. Алина Филипова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Танцевально-спортивный клуб «Звездопад» готовится к всероссийскому турниру «Фейерверк». Танцоры практически не покидают паркетный зал. На помощь призвали тяжелую артиллерию. Тренировки для спортсменов проводит восьмикратный чемпион России по латиноамериканским танцам, многократный чемпион Европы и вице-чемпион мира, уроженец «Заречного» Дмитрий Тимохин. На одном из мастер-классов нашего знаменитого земляка побывала Ксения Тризна. Для непосвященных эти слова не значат практически ничего. Но здесь все понимают друг друга с полуслова. Мастер-класс от восьмикратного чемпиона России по латиноамериканским танцам, многократного чемпиона Европы и вице-чемпиона мира Дмитрия Тимохина в самом разгаре. Сам мастер на занятии старается делать акцент на простые, но важные вещи. Они приходят на тренировку и начинают, грубо говоря, гонять по залу свои хореографии, но очень мало уделяют времени элементарным вещам, простым, которые как раз в конечном итоге делают качество, завораживают публику. Сейчас воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездопад» усиленно готовятся к 21-му всероссийскому турниру «Фейерверк», который пройдет в Заречном в конце сентября. Поэтому они стараются узнать, понять и усвоить как можно больше. Дмитрию уже доводилось работать с танцорами из Заречного. Пара Дарья Безродного и Роман Васильев несколько раз ездили на сборы в Москву к Дмитрию Тимохину. Тренер ребят признается, эффект после таких выездов потрясающий. Они приехали в новом качестве, движение было просто неузнаваемым. И, естественно, они заразили всех окружающих своих коллег, друзей, соратников по клубу. Это педагог с высоким уровнем, с большим объемом знаний. И объясняет все доступно, просто именно что… Один из лучших педагогов в мире, это все сказано. Мастер-класс Дмитрия Тимохина посвящен латиноамериканской программе. Но даже тем парам, которые тяготеют к европейским танцам, есть чему здесь поучиться. Нам многие советуют только, например, танцовать латину ради того, чтобы быть, например, мягче, тогда владеть своим телом и в стандарте у тебя больше возможностей расти вверх. И они растут, задумываются над уже привычными движениями, по-новому смотрят на основные шаги танца. А с этими тонкостями и приходят совершенство и гармоничность движений. Когда простые вещи так отработаны, сложные элементы тоже начинают смотреться по-другому. Именитый педагог уверен, у этих ребят все получится, нужно только… Больше и больше работать, больше трудиться, верить в те цели, которые они поставили, верить в них и жить этой мечтой. И мечты сбываются. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный». «Заречный» принимает гостей. В город съехались молодежные футбольные команды из разных уголков страны. Все они участники турнира, посвященного памяти почетного гражданина «Заречного» Василия Адаева. Соревнования проводятся во второй раз. По сравнению с прошлым годом число желающих побороться за победу выросло. Уже прошли первые игры. Не помешала спортсменам даже плохая погода. С подробностями Елена Степкина. Дарья Машина – единственная девочка, участвующая в футбольном турнире, посвященном памяти почетного гражданина «Заречного» Василия Адаева. Девочка выступает в основном составе команды «Смены» из Пензы. Даша впервые познакомилась с футболом 6 лет назад и с тех пор посвящает много времени и этому виду спорта. И в борьбе владение мячом ничем не уступает мальчишкам. Папа-тренер привел, понравилось, стал играть. Какая игра не была бы, нужно всегда выигрывать и пытаться. Сегодня сильный соперник попался? Да. Пензенская смена в первой игре турнира встречалась с командой «Мордовия». Футболисты из соседней области в прошлом году завоевали первое место. И в этом рассчитывают показать высокий результат. Турнир всегда нам здесь нравится, город хороший. И организация турнира на хорошем уровне. Мы здесь дружимся со всем тренерским составом. Поэтому нам очень нравится. Поэтому всегда мы с охотой здесь сюда приезжаем. Постараемся и в этот год выиграть. Постараемся, по крайней мере. Но игра покажет. Первыми счет в матче «Мордовия» и «Смены» открыли пензенские футболисты. Но сохранить лидерство до конца матча не смогли. Во втором периоде соперник ответил точным ударом. 1-1. Таков итог встречи. А вот хозяева площадки, игроки футбольного клуба «Союз», в первой своей игре одержали уверенную победу. Со счетом 6-0 они разгромили команду «Знаменск» из Астраханской области. Но, как признаются сами футболисты, это было непросто. На самом деле, устаешь. С соперником сложно. Они много играют в пасту. Без мяча особенно трудно. Дождь мешает? Да, мяч скользкий. Да, по полю особенно. В этом году в турнире, посвященном памяти почетного гражданина Заречного Василия Адаева, участвуют 8 команд. Подбор команд ввелся с учетом подготовки. Команда «Союз» 2001 года рождения, которая занимается под руководством Михальчук Александра Владимировича, участвовала в этом году в Волгограде, в детской футбольной лиге. И там произошло знакомство с этими командами. То есть, данная команда является лидерами того турнира. И, исходя из этого, мы приглашали для того, чтобы была борьба между командами и показать достойный футбол. Соревноваться спортсмены будут в течение четырех дней. В воскресенье организаторы подведут итоги, определят лучших игроков и наградят победителей и призеров. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Мы пока прервемся на небольшую рекламу, а сразу после нее подробнее обсудим с нашим гостем обновление школьных пищеблоков. Не переключайтесь. Всем, всем, милым дамам! Открылся отдел верхней женской одежды «Юнона Шик». Новая коллекция пальто и плащей от 40 до 70 размера. Высокое качество и доступные цены от производителя. Наш адрес – торговый центр «Ряд», второй этаж. «Юнона Шик». Роскошная одежда для каждой женщины. Очень часто в жизни случается, что в Юсте мечты сбываются. Мир мечты, в Юсте ты! Внимание! Телерадиокомпания «Заречный» проводит акцию «Подключайся». По ее условиям, переключившись с социального пакета телеканалов на базовый, вы три месяца платите за 30 телеканалов по цене восьми. Телефон для справок 601319. Субтитры создавал DimaTorzok Специальное предложение от магазина электроники «Прайм». Компьютер для продвинутого школьника с двухъядерным процессором «Интел». Мощной игровой видеокартой, монитором LG с диагональю экрана 22 дюйма. Всего за 16 990 рублей. И стильный мобильный телефон с двумя сим-картами в подарок. Компьютеры можно приобрести в рассрочку сроком до 6 месяцев. Без переплаты. Учитесь, играйте, развивайтесь. Вместе с компанией «Прайм». Город Заречный торговый центр «Соломка», третий этаж. Новости Заречного снова в эфире. И мы продолжаем беседу с нашим гостем. Сегодня в студии заместитель начальника департамента образования Заречного Роман Панин. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну, тема у нас сегодня касается ремонта в столовых. Отремонтировали в трех школах, точнее сейчас идет ремонт. Сколько в общей сложности вместе с ними у нас школу, скажем так, переступили этот порог с ремонтом столовых? В этом году мы завершаем ремонтные работы практически во всех пищеблоках, которые имеют наш школу. У нас остается пищеблок не отремонтированный. Это третий корпус интерната 218-й школы. Мы планируем, что подадим заявку на следующий год для поставки оборудования данный пищеблок. А какое оборудование сейчас устанавливают в школы? У нас в настоящее время осуществлена поставка оборудования в три пищеблока. Имеется оборудование в наличии сейчас у нас и посудомоечные машины, котлы, жарочные шкафы, мармиты. То есть весь комплект необходим для организации питания. То есть оно меняется полностью. И какова стоимость вот этого оборудования? Оборудование в настоящее время поставлено на сумму 3 миллиона 750 тысяч рублей. Откуда средства? В настоящее время эти средства выделены из федерального бюджета. И оборудование поставляется в рамках соглашения, заключенного с Министерством образования Пенинской области. Роман Владимирович, Вы сказали, что остался еще один блок, который нужно будет отремонтировать. Когда за него возьмутся? Мы планируем, что данные работы будем производить в следующем году. В следующем году уже назначена стоимость, скажем так, вот этих работ? Да, мы эти работы планируем, нам стоимость известна, заявку мы подадим. И когда планируют сделать? Тоже будет успеть ли до 1 сентября или будет еще в течение учебного года? Мы планируем данные работы в следующем году в летний период премии проводить. То есть к 1 сентября последний блок закончат? Да. Ну и в целом об обновлении, скажем так, зареченских школ. Давайте поговорим, что еще нового, что уже нового есть, что еще нового планируется? Модернизация системы образования у нас уйдет уже не первый год. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений также. Мы в данном вопросе тесно сотрудничаем с Министерством образования Пенинской области. Если брать 2011 год, у нас оборудование поставлялось на сумму более 17 миллионов рублей. В 2012 году более 31 миллиона рублей, в этом году уже поставлен оборудование на сумму более 12 миллионов рублей. Это и ридеры, это и учебная, и художественная литература, это интерактивные комплекты, это оборудование для пищеблоков. То есть в рамках модернизации данное оборудование поставляется за счет средств федерального и регионального бюджетов. Также мы участвуем в настоящее время в программе по организации дополнительных мест в детском саде номер 10. Там на условиях софинансирования и средств местного бюджета выделено миллион сто, и средств регионального бюджета выделено также миллион сто. Но сейчас, если зайти в школу, их можно уже, скажем так, не узнать по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Станут ли они еще современнее? Какое еще оборудование туда планируют? Мы планируем также развирать инфраструктуру в части информационных систем. То есть мы также активно в этом вопросе участвуем. В 2012 году у нас были проведены работы по подводке оптоволоконного кабеля во все общеобразовательные учреждения. То есть трафик также оплачивается за счет средств регионального бюджета. То есть мы не платим за трафик, который необходим для информационной системы школы. А скажите, такой вопрос. Все ли школы сейчас оснащены камерами видеонаблюдения, то есть при входах? Да, у нас все школы оснащены камерами видеонаблюдения. Более того, организации безопасности в них расширяются частные охранные организации. То есть, в принципе, безопасность на высоком уровне находится в школе. Мы поговорили с вами о ремонте пищеблоков, о том, какое оборудование планируют поставлять в наши школы, а о ремонте самих школ. Какие школы на очереди у нас в следующем году, чтобы провести капитальный или текущий ремонт? Мы планируем разработать в следующем году проектную документацию на капитальный ремонт школы номер 216. Также будет производиться текущий ремонт практически во всех образовательных учреждениях. Это ремонт кровель и ремонт фасадов, ремонт помещений внутри здания. Кстати, по поводу кровель. Как в этом году дела обстоят? Потому что было одно время, когда крыши серьезно протекали. И в 22-й школе, в частности, по-моему, там библиотеку даже затопило. Так скажу, что в текущем году нам удалось справиться с этой проблемой. И средств местного бюджета на эти цели выделили около 4 миллионов рублей. Данных средств хватило, чтобы решить эту проблему. То есть мы планируем завершить работу уже к 15 октября. По поводу школ поговорили. Я думаю, что в детских садах у нас тоже немало инноваций. Касательно этого давайте поговорим. Что у нас там с ремонтом обстоит и с оборудованием? Да. В детских садах мы также планируем в следующем году ремонтировать пищеблоки. То есть три детских сада. Это 4, 5, 11. Для этих целей разработана проектно-сметная документация. Нам известна стоимость. Мы эти мероприятия планируем. В этом году уже в рамках организации группы кратковременного пребывания в детском саде номер 10 будет также отремонтировать пищеблок. Данные работы будут завершены до конца сентября. И сколько будут стоить эти работы в детском саде? В детском саде сейчас работа шляется в пределах 2 миллионов 100 тысяч рублей. Касательно детских садов, работа по ремонту пищеблоков только началась? Или вместе со школами как-то в одну ногу ушли? Потребовалось необходимые конкурсные процедуры провести. В связи с этим мы ушли на осенний период. Планируем, что в школах первой четверти мы эти работы все завершим. Садик, как я уже сказал, также завершится с работами до сентября. Ну и немножечко давайте подведем итог по школам, где ремонт пищеблоков только завершается. Сейчас как обстоят дела с питанием? Нет ли каких-то проблем? Ну, по имеющемуся мне информации, каких-то перебоев с питанием нет. Комбинат школьного питания занимается этим вопросом. У меня, по крайней мере, информация, что все дети обеспечены питанием. Спасибо большое, Роман Владимирович, за интересную беседу. Приходите к нам еще, будем ждать вас у нас в гостях. Спасибо. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Заречный». Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой». Почти в каждом доме Пензы установлены пластиковые окна компании «Ремстрой». Натяжные потолки – это модно, стильно и практично. Кондиционеры компании «Ремстрой». Приятная прохлада в летний жаркий день. Идеальная защита от солнца. Вертикальные и горизонтальные жалюзи. Компания «Ремстрой». Телефон 232-232. Телефон 232. Меня зовут Юрий Черников. У меня, как и у вас, море работы. Когда мне все это надоедает, я одеваю перчатки и выхожу на ринг. И тут файл! Я за спорт. Смотрите передачу «За спорт» на телеканале «Заречный». ПО drei. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует. Продолжение следует.